Настенька, два года назад мы сидели с тобой в этой переговорной и говорили о том, что очень важно для Урала создать собственное производство на территории Российской Федерации. В том, что мы просили помощи у всех тех, кто нас покупает, для того, чтобы это сделать. Мы просим у вас помощи. Вспоминали о том, что производство было, оно работало, и мы были вынуждены уйти в Китай для того, чтобы просто сделать продукт, который был бы востребован потребителем, поскольку производство России было очень дорого. Помнишь? Да, конечно. Что такое Урал? Урал – это уважение к прошлому, к имени, к людям и к собственным обязательствам. Урал – это взгляд в будущее, это развитие и поиск своего пути. Урал – это гордость страной, ее разнообразием, людьми и религией. Урал – это русский бренд. 25 лет назад появился авто-аудиоцентр. Четверо парней открыли отдел автозвука на Ярославском шоссе. Первый стенд был сделан из офисного шкафа, и здесь же рядом на тротуаре проходила установка. Открытие магазина называли безумием, говорили, что затея обречена на провал. Но дело шло. Открывались новые магазины. Этого было недостаточно. Была мечта. Мечта о собственном производстве. Идея производства акустических систем в России вынашивалась нами давным-давно. И первый опыт мы приобрели, когда организовали производство в городе Реутове. Это более 20 лет назад. Это производство было основано на простых классических технологиях сборки, собственно, с привлечением ручного труда. Мы начали использовать опыт уже существующих, еще с советских времен, предприятий, производивших акустические системы громкоговорители. Это, в частности, Рязанский радиозавод, Гагаринский радиозавод. На базе Рязанского радиозавода мы создали собственное производство, как филиал компании ААЦ «Акустика». Производили все типы динамиков, как бюджетные, так и дорогие, эксклюзивные модели. В СССР самой продаваемой моделью были автомобильные транзисторные приемники «Урал», продажи которых достигали полутора миллионов штук в год. Их с 1968 года производил Сарапульский радиозавод. Что касается вот этой истории, Урал, компании ААЦ, она без Сарапула невозможна. Я четко вспомнил ситуацию на Сарапульском радиозаводе. Это был 99-й год. На заводе не платили зарплату. Когда перестали платить, там, партель, мы что сделали? Два мероприятия. Магнитолы мы выдавали на 10% каждому цеху зарплатой. А второй был, мы купили тогда, деньги были стали, на 12 миллиарда водки. Мы туда пришли, приехали, начали финансировать конструкторские разработки. Начали финансировать завод для выплаты зарплаты. Вот это главное, я считаю, поддало заводу. То, что СКБ сохранилось, и мы могли разрабатывать свои изделия. Магнитолы Урал к 2001 году заняли 10% рынка кар-аудио. Продавались по 15-20 тысяч штук в месяц. Мы делали Урал здесь, в России, до 2006 года. Пока экономика, кризисы, тюрьмы и все остальное не вынудило нас окончательно перевести производство в Китай. Была куча разработок, мы содержали 3 КБ в Китае, в Корее, в России, в Зеленограде 4. Я же не запутал, сколько у нас было КБ. Это был огромный труд. Работало у нас 600-700 человек вместо Сарапова. То есть огромное количество людей. А нам приходят и говорят, все. В 2002 году мы практически закрыли производство. В 2003-2004 завод рухнул. Это те бывшие площади, где производилась продукция, как Сарапольского радиозавода. И в 2099 году собиралась продукция совместного предприятия «Уралцентр» под маркой «Урал». Общая площадь этого бывшего цеха составляла 3000 квадратных метров. А выпускалось изделие, я говорю, вот, в месяц, некоторые были 30 тысяч приемников от «Уралавтозавода» для «Уралавтозавода». Тысяча штук в день. Вот, ну, еще раз повторюсь, технологии были исключительно простыми, основанные на ручном труде. Все операции были неавтоматизированы. Поставки на автозаводы, которые мы осуществляли в конце нулевых годов, мы осуществляли поставки на «АвтоВАЗ», на «Горский автомобильный завод», на различные другие предприятия, производящие автомобили и автотракторную технику на территории России. Вот, эти предприятия предъявляют жесткие требования в соответствии с мировыми стандартами. Человеческий фактор в этих случаях играет большую роль, как вы понимаете, повторяемость изделий, вот, и их качество отслеживать гораздо сложнее. Мы привлекали иностранных специалистов, у нас работали инженеры-специалисты из Соединенных Штатов, которые работали для таких фирм, как JBL, Ground Zero. Помимо сокращения трудоспособного населения, у российской промышленности есть другая системная проблема – крайне низкая производительность труда. Решить проблему низкой производительности труда могла бы роботизация промышленности. В 2016 году в России количество роботов на 10 тысяч работников составило 2, в то время как этот же показатель у Южной Кореи – 631, у Германии – 309, в Сербии – более 100, а в среднем по миру – 74. Россия отстает от среднего уровня в 37 раз. Технология, основанная на ручном труде, имеет очевидные минусы. Это человеческий фактор, это качество изделий, повторяемость изделий, это очевидно. Вот, соответственно, в конечном итоге мы пришли к выводу, что единственным верным решением является автоматизированное производство. И вот сейчас хочу сообщить тебе радостную новость. Буквально две недели назад мы подписали контракт с корейской компанией производителя роботизированных систем по производству акустических систем. Вообще динамика, в частности, которая поставляет сейчас акустику на автодоводы Hyundai в Корее. А поставки нам оборудования. Оборудование, аналогов которым, я думаю, нет и в Европе, а в России уж точно нет. Сейчас, на данный момент, спроектировано и готовится к запуску автоматизированная линия по производству динамиков. Производительностью до 2 миллионов динамиков в год. Автоматизация, ну, по нашим предварительным подсчетам, будет составлять порядка 80%. Линия будет перенастраиваемая, то есть производство масштабировано. Позволит нам производить не только однотипные динамики массовые для конвейеров автозаводов, но также и продукцию для вторичного рынка различного уровня сложности. При этом качество будет неизменно на уровне мировых стандартов, предъявляемых автомобильными предприятиями. Стоимость данной линии составляет около 2 миллионов долларов. Устанавливать линию производства и обслуживать на протяжении полугода, а также поддерживать производство в режиме онлайн, будут корейские инженеры. Данная роботизированная линия позволяет сократить рабочий персонал до 6 раз, уменьшить количество брака до 1%, увеличить производительность мощности до 1000 единиц в час, увеличить точность, то есть повторяемость. А также в течение часа линия перепрограммируется по требованию заказчика. Благодаря этому есть возможность до обеда выполнять производство для автозавода Hyundai, а после обеда для автозавода ВАЗ. Вот это производство будет здесь. Если честно, это наша мечта. Это та мечта, к которой мы идем уже 25 лет. Но мечта, к которой мы идем уже всю свою жизнь. Что такое Урал? Урал – это поиск возможностей. Мы собрали все лучшую базу, да, то есть разработчиков, директоров завода, со всей России, со всего еще Советского Союза. Эти люди – Владимир Семенович Червонный, Дмитрий Георгиевич Савоводов, они, собственно, и подвели нас к этой черте, к этому переходу через этот Рубикон, этих решений к покупке этой технологической линии. Там будет работать на линии 11 человек, при этом линия будет произойти 2 миллиона штук. Это огромный прорыв не только с точки зрения производства акустических систем вообще как в целом, а огромный прорыв для российских технологий. Потому что мы на нем будем производить тот продукт, который является прорывной технологией и звуковой платформой, не имеющей аналогов в мире, NASDAQ, я в том числе тоже об этом рассказывал и так далее. И эта технология, эта платформа будет продавать по всему миру. Этот русский айфон под названием NASDAQ должен завоевать весь мир. По-другому у нас не получится. Мы возвращаемся в Урал. В третий раз за свою историю возвращается в Россию. Возвращается с лучшим, хорошим и добрым. Мы идем к вам. Урал. Пора возвращаться домой.